Перерыв на матче сборных для футболистов Крыльев-Советов оказался не совсем вовремя. Команда набрала ход после неудачного старта и заработала 7 очков в трех играх. Казалось, что этот запал и настрой удалось сохранить. Первый матч в чемпионате России после перерыва самарцы начали очень бодро, хотя играли на выезде против одного из лидеров московского локомотива. Волжане с первых минут действовали инициативнее, опаснее атаковали и, в целом, контролировали ход матча. Однако это стартовое преимущество так и не удалось преобразовать в забитые мячи. Либо самарцы били мимо, либо железнодорожников выручал голкипер Гильермо. По ситуации мы понимаем, что игра уже идет. Мы не стали отходить от какого-то определенного плана. Уже в таком ключе мы и играли. Ключевое событие в матче случилось на 58-й минуте. У локомотива на поле вышел Комано. Гвинейский нападающий вообще мог не сыграть, потому что за несколько дней до встречи застрял в своей стране, в которой начался государственный переворот. Но он смог добраться до Москвы и устроил переворот в матче. На 59-й минуте Франсуа на грани офсайда получил точную передачу и переиграл вратаря самарцев. Дальше железнодорожники стали действовать по счету и несколько нейтрализовали самарские атаки. А ближе к концу встречи москвичи убежали в быструю контратаку, которую точным ударом завершил Комано. Дубль гвинейца принес локомотиву победу 2-0. Всегда неприятно проигрывать. В общем-то, с нашей стороны, я считаю, была нормальная игра. Мы претендовали уже на очки, точно в этом матче претендовали. Но, к сожалению, такая вот ошибка, которая перевернула игру по счету. Дальше уже футболисты локомотива сыграли неплохо. После поражения крылья сохранили за собой 11-е место в турнирной таблице. Следующую игру самарцы проведут дома против Ростова, который находится на одну строчку ниже. Матч с прямым конкурентом в битве за отдаление от зоны вылета состоится в субботу, 18 сентября, в 18.30. Андрей Горгуленко. События.